Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Кристина, мне 28 лет, ей сын 6 лет, в браке 7 лет. Произошла такая ситуация, моя подруга отправила скриншот, что у моего мужа в друзьях девушка, оказывающая экспорт услуги. Сказать, что я была ошеломлена, ничего не сказать. Ошеломлена. Я открыла его со Сити, и да, так и было, я сразу отправила ему скриншот и спросила его, что это такое. Он сказал, что не знает, и это ему вылезло в рекомендованных пользователях, когда он смахнул вправо или влево, я не помню, она автоматически добавилась в друзья. Честно сказать, я почти поверил, но правомыслив, я понимаю, что это больше похоже на бред, потому что пару лет назад, я начнулась на переписку с девушкой, которая просила у него деньги на баланс телефона, и он вроде как был готов перевезти. Так тогда он это специально шутку, я не понимаю, что происходит, это изменя, для меня это предательство, я, верно, никогда не позволяю себе такого. Я работаю, достаточно хорошо зарабатываю, все добилась сама, от мужа независимых, подарков не прошу, всегда мне советую, совсем его поддерживаю, он меня, в основном, мне за собой ухаживает, да, я никуда. Но муж я это устраиваю, а главное, это устраивает меня, в сексуальном плане, как я считаю, тоже все хорошо. Муж не являлся, и я не понимаю, что я делаю не так, что ему не хватает, я не смогу простить измены, я это знаю, но это что, это считается изменой, помогите разобраться. Ну, я думаю, что то, что считать изменой, от прочего не считать изменой, я думаю, что вы вполне способны сами. Другой вопрос, что есть такое ощущение, что вам не хочется это считать изменой, потому что не хочется тех действий, которые потом должны будут, судя по всему, за этим последовать, то есть вы, вы, довольно-таки, категорично заявляете о том, что измену вы не простите, довольно категорично. И, соответственно, если вы ее не простите, то получается, что в случае измены вы должны будете уйти от своего мужа. Уходить же вы не хотите, судя по всему, потому что, как мне показалось, ваши отношения с супругом, это то, что очень похоже на инвестицию, это то, что очень похоже на вложение, это то, что очень похоже на то, что вы, когда от себя достаточно много требуете, чтобы как-то вот по вашим ощущениям много вкладывались в, в кавычках, семью. Почему в кавычках, потому что, ну, на мой взгляд, семья – это такая очень социальная структура, вот, которая, на мой взгляд, не имеет под собой, так скажем, ну, реальной почвы. Вот, то есть мы не можем, вот, именно, что называется, семейную структуру, вот, мы не можем её как-то прочувствовать, мы не можем её как-то увидеть, вот эту вот семейную, ну, семейную структуру, у нас как бы нет для этого ресурса. ресурса, но у вас такое ощущение, как раз возникает, что вы, как будто бы, вот, довольно-таки сильно вкладываетесь в эту вот самую семейную структуру. и отсюда, собственно, и возникает ощущение, ну, такое, как бы чувство, чувство предательства, вот. вот, типа, я вот так складывал, складывал, да, вот, в итоге, а, ну, в итоге, ты со мной поступил вот таким образом. вот, понимаешь, 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 да? Поэтому, я думаю, что вам в первую очередь нужно для себя решить, это на самом деле речь идёт про неприемлемость измены для вас, то есть про неприемлемость вот данного поступка, скорее даже, даже, как измены в качестве измены, вот, или речь идёт о чем-то другом, или речь идёт о том, например, как вы себя, допустим, чувствуете, вот, как вы себя ощущаете, что вы ощущаете себя обманутой, вот. Это довольно болезненный момент. Дальше, а, собственно, мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, вам довольно-таки подробно описал, на мой взгляд, из чего состоит ваша проблематика, но я хотел бы обратить внимание, возможно, на некоторые нюансы. Вы пишите, меня зовут Кристина, мне 28 лет, ей сын 6 лет, брак 7 лет. Вот, понимаете, вы здесь как будто анкета заполняете. То есть, вот, такое ощущение возникает, некое такое, знаете, вот, такой, ну, может быть, жёсткости, чёткости, распределённости, может быть, наличие правил. Вот. Далее, вы пишите, моя подруга отправила скринсчёт, что у мужа-брузьяк, девушка. Вот. Вот, интересно, что вы пишите, что, о-о-о, значит, я была оселомлена, а потом подумала, что это бред, ведь пару лет назад, оказывается, другая была. Вот. То есть, понимаете, здесь про что? Здесь про то, что вы как будто бы ну, воспринимаете своего мужа как того, кто навсегда к вам привязан. То есть, вы говорите, что у вас в семье всё хорошо. Это с ваших слов все хорошо. Или с его слов. Это очень важный момент, потому что ну, вы же понимаете, что отношения строит два человека. и как бы что может говорить по этому поводу. Всё ли его устраивает? Ну, всё. И так далее. И так далее. Это важно. Это важно. дальше. Дальше. Значит, я сразу отправил ему скринчет и спросил, что это такое. То есть, вы выбрали с этим обратиться через наезд. вот. Вот. Задекает вопрос в таком случае. насколько насколько вас волнует ваш муж. Ну, то есть, вот буквально, насколько он вам интересен как человек, как лично. так. Потому что мне, например, показалось, находясь того, что вы, так скажем, написали, мне показалось, что на него что-то типа что-то типа обида. Вот. Мне так показалось. то есть, вы говорите, что я его я его я его во всём поддерживал. Эх, бог. А он меня а у меня нет. Он меня поддерживает не во всём. И как бы вас это обижало. то, что вас это обижает, это нормально. Что-то вас обижает, это абсолютно нормально. Вот. Но, конечно, здесь вопрос связанный именно с тем, насколько вы это проговариваете. Насколько вы это обсуждаете и не копится ли это. так как бы. То есть, ну, вот. Не отравляет ли это вас, вот. Скажем так. Дальше. Значит, я, значит, вы пишете, что пару лет назад наткнулась на переписку с девочкой, которая просила там деньги. Личное пространство мужа. Вам мой коллега Кристина об этом говорил, да. Личное пространство вашего мужа здесь под большим вопросом. Почему-то вы можете открыть его переписку, да, открыть его социальную сеть и так далее. Ну, окей, как бы, здесь мы могли просто зайти на его страницу, смотреть его друзей. Ну, а мой коллега, опять же, Кудрышев Игорь Леонидович говорит о том, что факты контроля, да, были и раньше. Вот. Ну, то есть, как бы, здесь, что, что? Здесь либо, здесь либо недоверие, довольно, ну, довольно сильное, серьезное недоверие получается. Вот. К, ну, к мужу. Вашему. Вот. Либо ваша неуверенность в, ну, в самой себе. Дальше. Я не понимаю, что происходит эта измена, но вот тут, как бы, понимаете, какая история. История заключается в том, что, вроде бы, вроде бы, вы уверенный в себе человек. Так. Вроде бы. Знаете, что вы хотите. Все добились. Вот. Ну, сами. Но, с другой стороны, есть такое чувство. Есть такое ощущение, что вы просто своих чувств не замечаете. Просто. Вот. Есть такое ощущение, что вы просто не замечаете своих чувств. Игнорируйте их. Замещаете, если угодно. Контролем. Вот. То есть, там, где могли бы быть ваши чувства, у вас какая-то вот история про вопрос. История про вопрос имеется в виду, изменно ли это. То есть, как будто бы невозможность опять же опереться на себя. При том, что вы действительно всего добились. И понимаете, вот в том, что вы описываете там, где вы описываете свои заслуги. Кстати, вот давайте посмотрим на этот момент. Как вы это пишите? Значит, для меня это предательство. То, что вот вы описали. Описали. Если это изменно. Да? Но. Если вы чувствуете себя преданно, это изменно. Если не чувствуете, это не изменно. Да? Вот. Другой вопрос. Из чего вот это вот ощущение предательства возникает? Ну вот. Предательство возникает из потери доверия. Но что такое доверие? Знаете, что есть доверие? Доверие – это про доверие себе. Это про желание делать человека счастливым. Про заинтересованность и его рост. Про поддержку, может быть. Может быть. Но какая это поддержка? Вот вы пишите. Ведь я верна. Но вы же верны не потому, что он верен. То есть, как бы это же не верность. Дашь на дашь. Согласитесь, было бы странно, на мой взгляд, быть верным своему партнеру только потому, что он тебе верен. Нет. Это история про то, что вы хотите быть верными. А из какого мотива вы хотите быть верными? Это вопрос. Никогда не позволяю себе такого. А хотелось бы? Я работаю. Достаточно хорошо зарабатываю. Всего добилась сама. От мужа не завижу. Кристина, а это к чему вы написали? Вообще то, что вы описываете здесь, это больше про конкуренцию уже с мужем. Подарков не прошу. Всегда всем советую. Во всем его поддерживаю. Может быть, вы ведете себя излишне как партнер? И в меньшей степени как женщина, в которой может мужчина почувствовать себя сильным, мужественным, защитником, который им восхищается. Вот вы защищаетесь своим мужем, всегда с ним советуюсь и во всем его поддерживаю. Опять же, по желанию вы это делаете или потому что должны? У меня просто сложилось впечатление, судя по тому, что вы пишете, что вы должны. Что вы изчувствовать долга. Это делаете. Это делаете. Дальше. У меня в основном нет. Ну, здесь вот обида. Чувствуется, конечно. За собой ухаживаю. Да, я не худая, но мужи это устраивало. Откуда вы... Ну, как бы... Во-первых, как вы об этом узнали? Второе. Почему это не могло измениться? Главное, это устраивает меня. Это правда, что это устраивает вас. Это главное. Но мужи, может, не устраивает. В сексуальном плане, как я считаю, тоже все хорошо, муж не жаловался. Вы считаете, что то, что муж не жаловался, означает, что у вас все хорошо в сексуальном плане? Только поэтому? А вы разговариваете в постели, вы говорите, обсуждаете свои желания, кому чего нравится, не нравится. В противном случае нельзя говорить, что все хорошо. А даете ли вы отчет себе в том, как сказал мой коллега, что вы говорите за мужа сейчас? Я не понимаю, что я делаю не так. А вот это, когда вы пишете, что я не понимаю, что я делаю не так, это про вашу самооценку, про страх, потому что вы можете все делать так, а чувства к вам все равно могут пройти. Вы можете все делать так, а мужчина все равно может увлечься, ну, другой, потому что нет связи между тем, что вы делаете не так и тем, что произошло. Наоборот, возможно, вы слишком правильно для своего мужа. Что ему не хватает? Этого мы не знаем. Но почему вас это задевает так? Я не смогу простить измену. Я это знаю. Не прощайте. Вас никто не заставляет. Если вы хотите травму измены, можно помочь прожить. Но это что? Это считается изменой? Это только вам. Вопрос. Помогите разобраться. Нет, конечно. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Это мы можем. А определять за вас, что чем считается? Нет. Мы можем показать. Мы можем показать, из чего раздаются ваши переживания. Мы можем указать на ваши внутренние конфликты, противоречия и трудности, которые психолог поможет разрешить. Мы можем указать на трудности в отношениях с мужем. Это все можно сделать. Но определять только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!